1 июня, в День защиты детей, множество людей собралось на Батайском стадионе «Локомотив» на необычный футбольный матч. В товарищеской встрече приняли участие местные «Динамовцы» и команда «Ростов без наркотиков» – православного молодежного движения, которое уже третий год действует при епархиальном отделе церковной благотворительности и социального служения, возглавляемом протеореме Иоанном Асяк. В команду «Ростов без наркотиков» кроме членов одноименной организации вошла и целая плеяда именитых спортсменов. Михаил Осинов – капитан, а с ним игроки футбольного клуба «Ростов», чемпион мира по боксу Султан Ибрагимов, чемпион мира по боям без правил Ислам Каримов, чемпион мира по карате Джамбул Дадзания и капитан команды «Ростов без наркотиков», чемпион мира по кикбоксингу Арчила Буашвили, а также ряд других спортивных звезд. Половина команды ветераны-футболисты, такие заменители, как Андрей Маслов, Михаил Осинов тоже за нас играет. А так, ну, мы с Султаном, допустим, больше боксировать, Ибрагимовым, Ислам Каримов тоже боевые единоборства пополам. Ну, это ж не важно, кто выиграет, важно покатить мяч, удовольствие получить. Ну, постараемся выиграть. Очень приятно играть в этой команде, очень приятно показывать своим собственным примером, пример детям, которые здесь сегодня собрались. Если мы сможем хотя бы одного ребёнка оградить от наркотиков и от всех вот этих вот вредных привычек, то есть, значит, не зря мы играем сегодня в футбол. Церемония торжественного открытия состязаний собрала вместе уполномоченного губернатора области, мэра Батайска, представителя духовенства и спортивного сообщества. Напутствовал игроков перед матчем духовник движения «Ростов без наркотиков» Протеерия Анасяк. Он подчеркнул, в какой важный день проходит этот спортивный праздник, и передал футболистам благословение правящего архиерея Владыке Пантелеймона. Я хотел бы, прежде всего, передать благословение Владыке Пантелеймона в этот прекрасный день, международный день защиты детей. Вчера мы провели, были ребята из нашего движения «Ростов без наркотиков» на театральной площади, на соборной площади. И сегодня вот две команды, которые объединились здесь. Прежде всего, это очень важно. Не пускай этот матч объединить. Спраздник вас! В равной напряженной борьбе прошел первый тайм. Обе команды непрестанно атаковали. Игра протекала поочередно то на одной, то на другой половине поля. Два мяча в ворота соперников забили гости. Дубль сделал тренер футбольного клуба «Ростов» Александр Маслов. На что батайские «Динамовцы» ответили голом в ворота команды «Ростов без наркотиков». Трибуны не умолкали ни на секунду. Редкий на футболе случай. Болевших за команду гостей здесь было значительно больше. Это друзья и родственники членов общественной организации. Молодые люди из реабилитационных центров православного молодежного движения. И, конечно же, поклонники спортивных звезд первой величины. Скандирование «Ростов-Ростов» не умолкало ни на минуту. А в перерыве спортсмены и те, кто за них болел, делились своими впечатлениями от первой половины игры. Вы знаете, я совсем по-другому думал. Я выхожу на свои действия и выхожу уверен. А тут сегодня такая уверенность была, что против футболистов играть. Но когда первый гол забыл, появилось уже желание выиграть и победить. Мы вообще впечатлены от того, как ребята играют. И мы видим, что и Божье благословение есть на этом, потому что ведут они в матчи. А в-третьих, для нас это великий вообще этот день. И то, что такие люди и такие спортсмены за нас играют. Во втором тайме гости демонстрировали уверенное преимущество. Еще дважды мяч влетал в сетку динамовцев. И только один раз в ворота гостей. Общий итог игры 4-2 в пользу команды «Ростов без наркотиков». Командиру которой Арчилу Абуашвили и был вручен Кубок Победителей на этом ярком, красочном празднике спорта. Фотографии, автографы и бесконечные поздравления с победой. Те, кто вчера смог победить в себе пагубную страсть к наркотикам, сегодня побеждают на спортивной площадке, играя бок о бок с мировыми спортивными звездами. Не чудо ли это Божие? Этот матч очень важен, особенно для нас, для Ростовской надобной епархии, потому что движение «Ростов без наркотиков» находится в социальном отделе. Я очень переживал и очень хотел, чтобы они победили. И вот сегодня состоялась победа, поэтому я очень доволен. Несмотря на будний день, сотни людей пришли и приехали посмотреть на этот необычный футбольный матч. Многие из них были с детьми. Учитывая то, насколько живой интерес вызывают у жителей Донского края спортивные акции подобного рода, продолжение у этой игры обязательно будет. Следующий матч с участием команды «Ростов без наркотиков» пройдет уже в скором времени на одном из стадионов Донской столицы. Ростов без наркотиков Ростов без наркотиков